С момента начала операции ВСУ в Курской области, наступления Украины на российскую территорию, не утихают споры, что же это такое и как оно может повлиять на всю войну в целом. Одни говорят, что это меняет все, что Владимир Путин теперь уязвим, что в случае переговоров теперь Украине есть что положить на стол, а также то, что Украина продемонстрировала, что она и дальше может наступать, а не только обороняться. Другие переживают, что на Покровском направлении это приведет к прорыву украинской обороны. Более того, некоторые считают, что ВСУ будет очень тяжело удерживать Курскую область и из-за этого ВСУ могут нести большие потери, чем они несли бы, если бы не захватывали ее. В общем, обсуждение довольно острое, довольно активное, понятно, не просто из какого-то спортивного интереса, а скорее с точки зрения анализа происходящего для понимания дальнейших перспектив и учета предыдущих ошибок, которые были допущены в тех или иных операциях. Поэтому сегодня я решил не высказывать вам свое мнение на эту тему, которое я регулярно говорю в сводках и которое я отдельно говорил в нескольких видео, а наоборот, мнение, которое мне не близко. Ну как не близко? Угрозы, о которых говорят такого рода военные аналитики, действительно существуют и риски существуют. Обычно такая общая, наверное, история, общее место у всех, что нынешняя операция в Курской области, ВСУ, проведена великолепно. Другой вопрос, что есть риски, которые в будущем ВСУ могут подстерегать из-за этой операции. И вот как, наверное, самых авторитетных и ярких представителей я бы хотел представить вам Роба Ли и Майкла Коффмана. Это два западных военных аналитика, которые не просто рассуждают, что это дома сидя на диване, в конце концов, все, кстати, давно вы сидели на диване, я вот что-то не помню, когда я последний раз на диване сидел, но неважно. Значит, которые рассуждают не сидя на диване, а которые регулярно ездят в Украину, регулярно говорят там с солдатами и у которых есть представление о своем ремесле. И вот они выпустили большую публикацию Foreign Affairs, где они подробно расписали, что они знают сейчас, чего они пока не знают и какие риски есть. Мне понравилась их публикация за сдержанность, сдержанность в оценках. Потому что очень часто у военных аналитиков можно встретить либо, да, Курская операция вообще все изменила, уже вот практически войска Украины в Кремле, а с другой стороны говорят, да, это полный провал, все, катастрофы сейчас дадут покровка потом и Киев. Мне не хватало какого-то аккуратного анализа с точки зрения того, что мы еще многих водных не знаем, и с точки зрения того, что все риски, о которых говорится, они тоже все в будущем. Вот Майкл Коффман и Роб Ли действительно сделали такой анализ, отметив все положительные стороны этого наступления и все риски этого наступления. Поэтому их материал мне кажется довольно важным, я оставлю ссылку на него на английском языке в описании. Ну, а вы можете поддерживать лайками, комментариями и подписками это видео для того, чтобы как можно больше людей его увидело и с более холодной головой относилось к происходящему. Итак, давайте же с вами поговорим про Курский гамбит, про операцию Сырского в его абсолютно стиле, которая уже дала некоторые очевидные плоды, но которая может нести в себе некоторые риски. 6 августа Украина начала дерзкое наступление на Курскую область России, используя эффект неожиданности и скорость для быстрого обхода российских оборонительных линий. С тех пор Украина захватила значительную часть российской территории, взяла в плен сотни российских солдат. Сейчас, спустя три недели после начала атаки, украинские войска удерживают территорию и продолжают наступательные операции. Похоже, что они намерены консолидировать обороняемую буферную зону внутри России. Это наступление изменило прежнее мрачное восприятие войны, по крайней мере, на данный момент. Однако Киеву предстоит решить, как использовать начальную победу. Наступление пока не привлекло значительные российские силы с восточных регионов Украины и неясно, как украинские лидеры намерены перевести этот тактический успех в стратегические или политические достижения. Наступление предоставляет возможности, но также несет значительные риски и издержки. На данный момент операции Украины проводятся смешанной группировкой сил, численностью около 10-15 тысяч солдат, включая элементы регулярных бригад и украинских сил специальных операций, пишет Коффман и Рупли. Среди них находятся некоторые из лучших и наиболее опытных подразделений Украины, основу которых составляют элитные воздушно-десантные войска. Некоторые из них были переброшены с фронтов в Донецке и Харькове, где они сражались против российского наступления, в то время как другие служили важным резервом для сдерживания российского наступления. Перенаправляя ресурсы с оборонительных усилий в восточном Донецке, Украина делает ставку на то, что другие участки гигантского фронта не рухнут, что она не потеряет значительное количество солдат и техники в Курской области и что выгоды от операции в Курской области перевесят потери, понесенные в других местах. Военное руководство Украины также надеяло, что вторжение отвлечет российские силы с передовых позиций на Востоке, однако главнокомандующий вооруженными силами Украины Александр Сырский заявил, что Россия напротив усилила свои усилия и развернула наиболее боеспособные подразделения на фронте на Покровском направлении и в Донецкой области в целом. Политически Украина, вероятно, также делает ставку на то, что сможет удерживать Курскую область достаточно долго, чтобы использовать ее как козырь в случае давления на Киев с целью проведения переговоров. Это может сработать, если удастся заставить Москву вести переговоры в предпочитаемые сроки, однако удержание этой территории может дополнительно напрячь украинские военные силы в зимний период. В любом случае, Киев надеется, что наступление на Курскую область изменит восприятие того, что война развивается в негативном ключе, разблокируя дополнительную материальную помощь и изменяя ограничения Запада на поставки вооружений. Наступление Украины в Курской области подняло моральный дух среди ее войск и восстановило инициативу на одном из участков фронта. Эта атака также нанесла серьезный удар по репутации Москвы, продемонстрировав неподготовленность России к наступательной операции вдоль границы. Три месяца спустя, после собственного наступления на Харьков, Россию и ее руководство, безусловно, считало, что война идет по их плану и что время на их стороне. Курское наступление заставит Москву признать, что у Украины все еще есть варианты и что исход этой войны остается неопределенным. На данный момент Киев сигнализирует о намерении удерживать Курскую область как буферную зону внутри России, что означает, что украинские силы там останутся. Насколько большим будет этот выступ на территории России и сколько фронта Украина намерена удерживать, пока не ясно. Однако цели этого наступления, по-видимому, более ограничены по сравнению с предыдущими. В отличие от боев за освобождение Харьковской области в 2022 году, Курское наступление не привело к окружению или уничтожению значительных российских сил, что могло бы привести к захвату техники и разрушению наступательного потенциала России. Взятые в плен украинцами в основном пограничники, призывники и подразделения Ахмат, военизированные чеченские формирования, находящиеся под управлением Росгвардии. Некоторые российские призывники уже были обменены на украинских военнопленных. Наступление не устранило текущий материальный дисбаланс в войне. Пока что Россия сохраняет преимущественно в численности, технике и боеприпасах. Это преимущество не оказалось решающим и не привело к оперативно значимым прорывам, но российские силы с октября 2023 года постепенно захватывали территории Украины и продолжают наступление после украинского вторжения в Курскую область. В последнее время темп этого наступления ускорился и положение Украины на некоторых участках фронта выглядит все более неустойчивым. Продвижение России ставит под угрозу такие города, как Покровск, который является важным транспортным узлом и теперь Украина вынуждена его эвакуировать. По мере нарастания давления украинские силы могут в конечном итоге уступить территорию постепенно, а затем внезапно в некоторых местах. Однако оценка успеха по количеству захваченной территории может быть ошибочной, предупреждает Рупли и Майкл Коффман. Важнее баланс потерь. Удержание подготовленной обороны легче, чем наступление, обычно менее затратно. Для операции в Курске Украина медленно истощала наступательный потенциал России в обмен на захваченной территории. Это снижало риск прорыва со стороны России и давало Украине возможность восстановить свои истощенные военные силы в течение нескольких месяцев. Расширенная кампания ударов по России с использованием дронов и вновь созданных ракет медленно увеличивала затраты на ведение войны. Это не был особенно смелый или новаторский подход, но он был эффективным. После вступления в силу нового закона о мобилизации в мае Украина более чем удвоила число добровольцев и мобилизованных солдат, вступающих в армию. Украина постепенно восполняла нехватку рабочей силы и укрепляла свои силы на поле боя, увеличивая потери российских войск и придерживая инфраструктуру за линиями фронта. В этом контексте наступление на Курскую область добавляет Украине дополнительные риски. Атакующая сила в Курске состояла из различных подразделений, многих бригад, штурмовых батальонов и специализированных частей. Если эти войска не будут возвращены на другие участки фронта, они не смогут закрыть бреши и служить резервами или противостоять российским наступлениям внутри Украины. Иными словами, наступление ослабляет уже и так шаткий фронт Украины. После наступления России на Харьков в мае украинская армия оказалась растянутой по фронту и линии обороны начали прогибаться по всей Донецкой области. Российские силы также продвигают украинские линии назад по нескольким направлениям, начиная от Угледары, заканчивая Покровском, Торецком и Блискубинска. Это не значит, что наступление было изначально плохо спланировано, операция была хорошо выполнена и быстро достигла нескольких ограниченных, но важных целей, что сделало бы ее эффективным недельным рейдом. Если бы оно смогло отвлечь значительные российские силы с других фронтов, то выгода была бы более чем оправдана рисками. Однако пока нет серьезных доказательств того, что это произошло. Тайминг и организации наступления предполагают, что украинское руководство сочло необходимым действовать именно сейчас. Одной из возможных причин является предстоящий выбор в США, которые могут подтолкнуть Киев к переговорам с Москвой в условиях слабой позиции. В теории, захватив российскую территорию, Украина может значительно улучшить свои позиции на переговорах. Руководство Украины может посчитать, что теперь они находятся в лучшем положении для любых политических реалий, с которыми столкнуться в январе. Но это вопрос перспективы. Переговоров на горизонте не было, и Киев, безусловно, мог бы подождать, чтобы оценить будущую политику США. На данный момент нет веской причины, по которой Москва должна вести переговоры, пока Украина удерживает свою территорию и нет признаков того, что она склонна к этому. Скорее всего, Россия продолжит наступательные действия вдоль фронта, одновременно накапливая силы для возможного контрнаступления в Курске. Российская атака может быть более эффективной зимой, когда густая растительность, используемая украинскими силами для маскировки, исчезнет. Хотя у России в Курске было две линии обороны, они были слабо укомплектованы пограничниками и призывниками, поддерживаемые подразделениями Ахмат. Эффективно комбинируя бронетехнику, механизированную пехоту и артиллерию, украинские силы быстро обошли или окружили российских защитников. Плохо оснащенные, неподготовленные к противодействию такой силе, многие сдались. Украинская армия продемонстрировала, что извлекла уроки из прошлых наступлений, использовав машины для разминирования средств ПВО и системы радиоэлектронной борьбы для поддержки начального штурма. Украина также, по-видимому, добилась успеха в противодействии российским разведывательным дронам с помощью беспилотников с видом от первого лица, ФПВ-дрона, в начале наступления, что ограничило способность России быстро реагировать. Хотя российские дроны обнаружили и наблюдали за наступлением, Украина достигла оперативной неожиданности. Планирование, по-видимому, велось в строгой секретности даже в рамках украинских государственных кругов. Киев не проинформировал международных партнеров, которые могли бы его отговорить или допустить утечку планов. Во время предыдущих операций, таких как летнее наступление Украины в 2023 году или ее второй рейд в российской Белгородской области весной 2024 года, российские силы, казалось, были хорошо подготовлены заранее с подробными знаниями о планах Украины. В этом случае не было российских частей, заранее размещенных для ответа, и не было оперативного резерва, который мог бы быстро среагировать. В духе Харьковского наступления 2022 года, также спланированных главнокомандующим ВСУ Александром Сырским, украинские подразделения использовали скорость СЕХАУ, стремительно продвигаясь по дорогам через несколько населенных пунктов. Ранние попытки России отправить подкрепление были пресечены ударами систем залпового огня Хаймарс, которые уничтожили колонны российских войск, неосторожно расположившихся на своих позициях. Начальный ответ России был беспорядочным, что типично для неспособности ее военного руководства реагировать на динамичные ситуации. Командные структуры также запутаны в этой части России, где обязанности между Московским военным округом, Силами Ленинградского военного округа, Федеральной службой безопасности и другими организациями пересекаются. В отличие от Украины, где поле боя разделено между региональными группировками, России потребовалось некоторое время, чтобы разобраться, кто отвечает за общенациональный ответ и кто командует военными усилиями. Россия направляет подкрепление в регион, состоящий из разрозненных групп призывников из глубины страны и регулярных частей, переброшенных с менее важных фронтов внутри Украины. Российская армия использует батальоны по частям от своих бригад, включая морскую пехоту и воздушно-десантные силы, а также задействует подразделения спецназа и нерегулярные формирования. Пока что Россия перебрасывает силы из Запорожья и Харькова, одновременно продолжая наступать на операции в районе восточных городов Угледара, Покровска, Торецка и Купинска. Также похоже, что Россия отдает приоритет переброске ударных подразделений и беспилотных летательных аппаратов, которые могут перемещаться быстрее и оказывают меньшее влияние на российские наступательные операции, чем резервы пехоты. Одновременно с этим Россия быстро строит укрепления в глубине Курской области. Реакция россиян на Курскую область пока представляет собой экономию сил для сдерживания вторжения, при этом они продолжают придавать первоочередное значение наступательным операциям в Донецкой области. Москва, возможно, проявляет осторожность, зная, что в прошлые годы Украина обычно запускала атаки по нескольким направлениям. Возможно, это не единственная запланированная наступательная операция Украины. Военно-воздушные силы России перебросили авиационную поддержку с других фронтов, особенно из Харькова, чтобы противодействовать курскому вторжению. Но общая наступательная активность России не замедлилась. В последнее время российские подразделения захватили большую часть поселка Нью-Йорк, продвинулись в Торецк и достигли артиллерийского радиуса Покровска. Как важный транспортный узел, Покровск имеет значение для поддержания обороны в Донецкой области и блокирования дальнейшего продвижения России. Даже если Россия не сможет быстро захватить город, взятие Покровска в артиллерийский обстрел заставило эвакуировать гражданское население и сделало невозможным использование его в качестве железнодорожного узла для региона. Российское продвижение в этом районе также угрожает флангам Украины и может вынать ее к более широкому отступлению с Курахова и Углидара. Наступление на Курск оставило Украину без достаточных резервов для ответа на любой российский прорыв. В некоторых случаях приводит к экономии боеприпасов для артиллерии. Хотя начальные потери Украины в Курске были незначительными, они растут по мере того, как российские силы становятся более организованными и отправляют крепления. Украинские войска укрепляются и Киев заявил о своем намерении создать в этом районе военную администрацию. Если Украина намерена удерживать Курский плацдарм в обозримом будущем, а все признаки указывают на то, что так и есть, то высока вероятность, что регион станет местом еще одного затяжного и изнурительного сражения. Многое зависит от того, как Москва отреагирует на эту ситуацию. Если российские силы бросятся на украинские линии, тогда Киев может заставить Москву вступить в бой на его условиях, ослабив давление по всему фронту. Это было бы похоже на то, как Россия отреагировала на освобождение Украины из села Крынки. На другой стороне Днепра, в Херсонской области, в 1923 году Россия приоритетно пыталась вернуть деревню, несмотря на ее минимальное стратегическое значение и понесла большие потери среди элитных подразделений. Курская область может аналогичным образом истощать наступательные силы России, перенеся сражения на ее территорию. Москва также может почувствовать себя вынужденной создать значительные оперативные резервы и развернуть более крупные гарнизоны вдоль своих границ. И это, в свою очередь, уменьшит боеспособность России для ведения войны на территорию Украины. Однако, если Россия сосредоточится на сдерживании наступления с помощью авиации, дронов и минимально задействования войск, этот рискованный шаг может не окупиться для Киева. Пока стратегия Украины не выглядит полностью сформированной. Страна работает над логистикой, налаживанием связей и другими необходимыми элементами для поддержания этого выступа. Ей придется установить обороноспособные позиции и более широкую, но не глубокую буферную зону внутри России. Вероятно, украинские успехи в Курской области направлены на достижение этих целей. Например, удары по мостам, очевидно, предназначены для дальнейшей изоляции российских сил вдоль границы. Киеву придется решить, удерживать ли то, что он уже захватил, или вложить дополнительные скудные ресурсы в операцию, чтобы вынудить Россию на более масштабный ответ. Однако риски нельзя недооценивать. В лучшем случае украинские силы смогут удерживать Россию в относительно небольших достижениях в Донецкой области и сохранить Курскую область с приемлемыми затратами. Наступление также может привести к изменениям в западной политике по поводу использования дальнобойных систем вооружения и дать новый импульс западному видению дальнейшего развития войны. В худшем случае, через несколько месяцев Украина потеряет значительные участки земли на востоке и не сможет удержать территорию в Курской области, которую можно было бы использовать в качестве козыря на переговорах. Чем глубже Украина продвигается на территорию России, тем выше риск чрезмерного растяжения своих сил. На этом этапе войны у Украины были альтернативные варианты. Она могла сосредоточиться на обороне, восстановить свои ослабленные силы и одновременно расширить дальнобойные удары по России. Новые возможности Украины ставят под угрозу российскую военную и экономическую инфраструктуру. Новобранцы и добровольцы могли бы быть направлены на пополнение бригад, удерживающих линии фронта. Они могли бы быть использованы для создания новых формирований. Если бы Украина сосредоточилась на обороне, у нее был бы хороший шанс истощить российское наступление, устранив проблемы с личным составом и стабилизировав линию фронта к зиме. На этом этапе Киев мог бы оценить свои варианты. Украина все равно потеряла бы территорию в Донецкой области, но могла бы остановить российское наступление и, возможно, удержать некоторые из городов, которые сейчас находятся под угрозой. Россия достигла пика своего материального преимущества, и риск крупного прорыва страны Москвы уменьшался, а Россия могла бы быть ограничена постепенными успехами. Украина тогда могла бы начать наступление, подобное тому, что было в Курске, в 2025 году при гораздо более благоприятных обстоятельствах. Ограничения России в области техники и численности стали бы более очевидными, а у Украины к тому времени появилось бы преимущество в виде новых бригад, что снизило бы общий риск в распределении сил. Ни один из этих вариантов не был бы безрисковым или бесплатным. Военная стратегия всегда связана с выбором. Наступление на Курскую область является креативным шагом, позволяет избежать симметричного боя против численно превосходящего противника. Однако, чем дольше будет продолжаться битва и чем более она станет позиционной, тем больше шансов, что эти преимущества испарятся. Значительная часть будущего зависит не только от того, что произойдет в Курской области, но и от сражения за города Украины в Донецкой области. Киев может быть готов смириться с потерей таких городов, как Покровск, предполагая, что последствия будут не столь драматичными, но это тоже является риском, как на земле, так и в общественном восприятии. Маятник может быстро качнуться в другую сторону, если новости с фронта будут сопровождаться чередой потерянных городов и поселков. Когда ситуация становится напряженной, координация оборонных операций, особенно среди истощенных подразделений, может пойти не так, и командиры могут столкнуться с трудностями в правильной оценке обстановки. Повторяющиеся проблемы с ротацией подразделений, координацией, смежных частей, неясностью команды, отношением использования прикомандированных подразделений бригадами усугубляют относительную нехватку рабочей силы и боеприпасов Украины. Некоторые из этих проблем усугубляются структурой украинской армии, основанной на бригадах. В результате тактические ошибки могут стать еще более дорогостоящими и привести к дальнейшим успехам России. Многие из элитных бригад, развернутых в Курской области, менее склонны допускать такие ошибки. В прошлом Украина усиливала свои успехи, но ее руководство не было застраховано от ошибок, таких как вложение ресурсов в сражения, где затраты превышают выгоды, особенно когда изменяются военные факторы. В начале 2023 года Украина потратила слишком много своих более опытных войск в дорогостоящем и географически невыгодном сражении за город Бахмут, который в конечном итоге был потерян. Позже, тем летом, Украина задействовала свои резервы в неудачном наступлении, даже несмотря на то, что ее задачи первого дня не были достигнуты. Она продолжала пытаться продвигаться вперед даже в ноябре, когда уже закончились силы для наступления и боеприпасы. Когда Украина запустила операцию через реку в Крынки, ее морская пехота провела 8 месяцев, удерживаемая узкий плацдарм – небольшую обороноспособную позицию на другой стороне реки. Российские силы потратили многие свои десантные части, пытаясь контратаковать эту позицию, но морская пехота Украины заплатила высокую цену за поддержание операции, которая не имела никаких шансов перерасти во что-то большее, чем позиционная борьба и истощение. Хотя Украина может рассматривать Крынки как модель для улучшения, выступ в Курской области значительно больше и потребует гораздо больше рабочих сил для поддержания. Как и в случае с битвой за Бахмут, с летним наступлением 2023 года может пройти некоторое время, прежде чем наблюдатели смогут адекватно оценить операцию в Курске. Более того, открытые источники разведывательной информации, как правило, дают искаженную картину во время быстрых наступательных операций с подвижной линией фронта, чем во время рутинных боев по всему фронту. Карты, основанные исключительно на информации из открытых источников и геолокациях, особенно склонны к ошибкам в отражении ежедневных изменений линий фронта, поскольку многие данные не публикуются публично ежедневно. Это может дать искаженное представление о темпах продвижения Украины, больше стимулов, чем у России, не разглашать кадры из Курской области и, возможно, публиковать вводящую в заблуждение информацию, чтобы запутать Россию. Для внешних наблюдателей это усложняет оценку соотношения потерь и относительных потерь в технике между Россией и Украиной. Привычка обеих сторон использовать отдельные роты или батальоны из бригад по частям также может создавать ложное представление о размере задействованных сил. Наблюдатели должны осознавать, что их представление о происходящем почти наверняка будет неполным и должны быть осторожны в выводах о том, что произошло и почему. Почему? Определение того, что эта операция говорит об общей стратегии Украины и какие последствия она имеет для более широких усилий в войне имеет ключевое значение. В некотором смысле наступление поднимает больше вопросов, чем дает ответов. Киев давно стремился завершить войну на выгодных условиях или, по крайней мере, избежать неблагоприятного урегулирования, включающего компромиссы по суверенитету Украины или уступок территорий. В 2023 году Киев надеялся получить необходимый рычаг, прорвав российские линии на юге и создав угрозу Крыму. Захват части Курской области может стать альтернативным способом достижения аналогичной цели при условии удерживать эту территорию достаточно долго. На протяжении большей части 2024 года Запад поддерживал украинскую кампанию ударов по Крыму, не имея четкого представления о том, что должно последовать за этим. Это было целесообразно как самоцель, направленный на подрыв российской ПВО и поддержке инфраструктуры. Однако сейчас эта кампания окажется отсоединенной от основных усилий Украины в Курской области и ее более широкой кампании ударов дронами по экономической инфраструктуре России. Набор разрозненных действий еще не является стратегией. Если это было неясно до Курской области, то наступление резко высветляет очевидную нехватку согласованной стратегии между Украиной и ее западными партнерами. Это, следовательно, представляет как вызовы, так и возможности. Такой поворот событий должен привести к пересмотру текущей стратегии в этой войне, при условии, что такая стратегия вообще существует. С 2023 года Вашингтон испытывал дефицит идеи о том, как успешно завершить войну на условиях, выгодных для Украины. Киев тем временем был сосредоточен на стабилизации линии фронта, но также был обеспокоен преобладающим мрачным настроением и ощущением, что Украина теряет в войне. Операция в Курской области помогает исправить последнее, рискуя нанести ущерб первому. Независимо от того, удастся ли Курской области или нет, по крайней мере, это не попытка повторить неудавшееся летнее наступление 2023 года, заранее спланированное сражение, в котором Украина не имела решающих преимуществ. Тем не менее, текущая теория успеха Киева остается неясной. Помимо наступления в Курской области и ситуации на фронте, все большую проблему представляет ударная кампания России против украинской энергосистемы. Украину ожидает неопределенная зима. Ей нужны генераторы и средства ПВО, чтобы закрыть пробелы в обороне. Более важно, что Украине необходим способ заставить Россию прекратить эти удары, если не в 2024 году, то, безусловно, в 2025. В этом свете понятно желание Украины снять оставшиеся ограничения на использование западных дальнобойных ударных систем. Наступление на Курскую область спровоцировало этот разговор, но необходимо сделать намного больше. Удержание Курской области в качестве козыря в переговорах, расширение ударов и экономическое давление на Россию могли бы значительно укрепить позиции Украины, при условии, что Украина также сможет удерживать линию фронта, источить наступательный потенциал России и выдержать ее ударную кампанию этой зимой. Как бы это ни закончилось, наступление на Курскую область должно стать толчком для Украины и ее партнеров, чтобы они пришли к общему пониманию и устранили текущую неопределенность, заканчивать свою публикацию Майкла Коффман и Рупли. Есть вещи, с которыми я не согласен в этом, опять же, кто давно следит, тот знает, но есть очень важные, мне кажется, аспекты, и почему Майкл Коффман и Рупли являются Майклом Коффманом и Рупли. Много объяснений их аргументации, я считаю ее валидной, я считаю, что про это можно разговаривать. Да, многие украинские военные совершенно справедливо пишут, что проблемы на Покровском направлении были и до наступления в Курской области и так далее, но возможность использовать какие-то резервы, да, она явно у Украины немножко снизилась. Насколько это влияет, насколько переформатирование на Покровском направлении даст свои эффекты, вот сейчас уже наступление России несколько замедлилось, но, в общем, посмотрим в обозримом будущем. Но главное не отворачиваться от рисков, понимаете, есть не только вот эти две позиции, что завтра в Кремле будут танки ВСУ или послезавтра в Киеве российские. Нет, есть между ними огромное поле для дискуссий, и та дискуссия, которая поднимает Рупли и Майкл Коффман, мне кажется, очень корректной, и как минимум мы с вами действительно должны признать, что такого рода риски действительно существуют, что описание проблем, которые возникнут у ВСУ в Курской области совершенно справедливое, и что они должны это понимать и к этому готовятся. Ну а с вами был Майкл Наки, пишите ваше мнение в комментариях, ну а мы еще немало материалов про Курскую область с вами будем разбирать, потому что понятно, что там ничего еще не закончилось, более того, возможно, все только начинается. С вами был Майкл Наки, поддерживайте на Патреоне, ссылка в описании, там можно поддерживать финансовые, подписывайтесь на Телеграм-канал, накипело, тоже способ смотреть мои видео без дополнительных каких-то препятствий со стороны Ютуба. До скорых встреч, всего доброго, пока! Субтитры сделал DimaTorzok